так все привет я сделаю обзор на вот такой интегрированный стояночный отопитель 3 универсальный фен сухой фен или вебаста как называют не знаю некоторые называют автономкой короче вот такую вот я приобрел долго думал и наконец-то я открываю так если по цене то сказать у меня где-то вышло 9000 за 9 тысяч я купил на здесь городе в русске продают так значит по комплектации вот это трубопровод это как его там которые будут гады идут это труба забора воздуха если вот такая инструкция есть там все по-русски написано потом прочитаю все знаю так еще тут по комплектации сейчас пройдемся по комплектации у нас такой вот шнур есть кажется это клемма на этот вот аккумулятор причем на наконечниках все и сказывается все вот такой хомутик есть большой вот таких 3 хомутик есть тоже маленькие и вот такие вот ножки есть четыре стуки вот они вот так вот еще пока это обратно собираю ножки пока ставлю так и сейчас вытаскиваем саму а еще пульт есть пульт вот такой вот пульт вот так вижу вывод поролончик все хорошо упаковано и вот такая вот штука отопитель ну для гаража для рыбалки да я купил вот так надо он универсальный у меня работает с обычной розетки ведь и 20 вот вот вилка и вот климмик есть вот сюда подсоединяюсь плюс-минус тут красный тут черный все понятно тут написано 5 киловольт мощность 5 вольт 12 вольт может от внешних источников 12 вольт 24 вольт и 220 вот написано все вот есть такая крышка бензобака так вот тут есть дырочка забор воздуха тут что-то написано по-китайски вот это емкость бензобака на сколько литра я не знаю тут ничего не написано ну вроде 3 или 5 литров или 4 может быть ну потом включимся как все подключил как заработает тут вот вот кстати вот эти трубы которые забор воздуха и как будто на газа выкидываете все потом включить так значит на улице мам где туман туман свыше 50 градусов минус вот я подключил кольцем или как они автономка вот так вывел я гаражей так включая свет тикает работает вот так вот почему-то не очень горячая но так если близко подержать конечно да это так дует у вас все на всю катушку температуры я там выстрел это вот сколько сейчас посмотрим вот 306 джанусов стоит потом еще ага 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 потом вот тут это десятка это значит максимальная получается у нас да 36 это вот 10 максимальная ну тут вот тут это вроде насос работает да вот вентилятор сжади работает подачи вот это вот так вот вентилятор 33 минуты работает она все так то есть у нас вот и у меня тут электрическое отопление ну как бы обогреватели стоят так минус сколько было минус 5 5 было где то так минус 5 было сейчас показывает уже ближе к нулю чуть-чуть поднимается потихонечку поднимается ну из за того что наверное но это у на улице слишком холодно водно, бак, мороз, свыше минус 50, чувствуется запах такой пластмасса, я тут, вот, у меня вообще-то это пенополистирол, вот, не горючая, этот, как его, скотловата типа такой ткани есть, вот так сделал, ну, да, я его закрутил, вот такие наброски, так посадил, на 4 с обеих сторон, вот так вывели этот воздухоприемник, все, короче, так, стиккейт работает, ну и через час проверим, пусть все поработает, немножко поднимает потихоньку, значит, что было, там я что-то настраивал, настраивал, короче, до 3 часов, с 11.30 до 3 часов, она подняла температуру до, до 3 градусов, до плюс 3 градусов, от минус 5, потом я там посмотрел ролик один в ютубе, зашел, потом тут уже, ну и все, ну и все, вот уже ближе, уже обжигает, обжигает, вот тут уже обжигает, возможно, и, короче, по настройкам, по наставил на, на самые мощные там, по температуре 36 градусов стоит, например, там все, что было, вот, 10 это, вроде, тоже мощность или еще есть, 10, ну, короче, на 10 стоит, потом тут тоже, вот, нажимаешь, а вот, тут, что-то там, было сказано, что это киловатты, но я не знаю, это киловатты или не киловатты, так ставишь на четверку, ну, не знаю, ну, чуть прибавляется, кажется, вот тут же обжигает, вот тут, сантиметров 20 уже начинает обжигать, вот это, значит, 4 киловатта, да, потом нажимаем на окей, что-то она вообще не хочет, пусть пока постоит, и 3 часа я там настраивал, пока там минут 15 прошло, и посмотрим сейчас, вот, градусник, вот, когда я 3 часа зашел, да, ну, вроде открывались, естественно, она до минус одного, а, до плюс одного упала, потом сейчас поднял вас, смотрим, до плюс девяти почти, да, до плюс девяти поднял, короче. Стреник, все тут на дверее, тут ничего вроде не обжигает, вроде все правильно передумал, нормально, но сам мощность состоит, ну, наверное, из-за сильных морозов, сейчас за бортом там, не знаю, где-то под 60, да, под минус 60 градусов, этой ночи так и будет, наверное, но я не знаю, вот это, наверное, надо, что я его выключу, потом под утро подключу, наверное, когда будет машина выгонять, надо утром, да, наставать, и посолярить, да, вот этот бак, мне кажется, он на пять или шесть литров, короче, вот это я залил, да, вот это я полно, вот у меня это пятилитровка, да, вот это я заливал, ну, где-то так было, литра, не знаю, где-то два, наверное, было, я все это залил, потом еще залил полная, когда была, и она где-то так, литр остался, значит, пять литров получается у нас, это более, можно сказать, эффективно, но надо посмотреть, при минус 30, у нас, как бы, стабильная температура бывает обычно минус 30, между, минус 30, между 40, так, какая средняя температура у нас бывает, там надо проверить, там как себя покажет, до плюс 10 и подняла, так нормально, ну, я думаю, сойдет, главное, надо соляру в уровень заливать, что ли, можно так открыть, посмотреть, а там видно же, да, да, чуть-чуть меньше, половина там осталась, думаю, до вечера хватит, все, наверное, играет атмосферы и газ с коллабо ли удача